Аризема Добрый день! Это Аризема, сестра Каллы. Про Аризему говорят, что это скорее оригинальный, чем красивый цветок. Но позвольте возразить, неординарность, вычурность, незаурядность, такие же ипостаси красоты растения, как цвет и форма. В чем-чем, а в эксцентричности этому растению точно не откажешь. Цветок Ариземы напоминает накипную, накинутую на голову, мантию католического монаха, за что у американцев заслужил меткое народное прозвище – Джек на кафедре. Аризема – редкий гость в саду россиянина, но заслуживает большего внимания. Семейство Ароидные легко узнаваемо по типичному строению соцветия. Мелкие цветочки у них собраны в плотные початки. У нас Ароидные – Арум, Алаказия, Дефенбайхия, Монстера, Филидендрон и другие. Чаще встретишь в комнате, нежели в саду или в природе. В средней полосе России дико произрастает только один аборигенный вид Ароидных – белокрыльник болотный и один заносный – аир. Оба растения, кстати, легко культивировать в саду. Но и южная пришелица Аризема, если постараться, приживется и растет не хуже. Ну да, особенно у нас в Сибири. В этом растении много необычного. Растет Аризема в один толстый коренастый стебель, венчающийся единственным же цветком. Имеет два крупных сложных пятипалых листа зонтиковидных, вознесенных над цветком, на высоту до 30-50 сантиметров. Корень у Ариземы клубневидный, с многочисленными тонкими корешками. Цветок правильней соцветия. Имеет вид беловато-зеленого початка, прикрытого такого же цвета треугольным листом-покрывалом. Плоды – красные шаровидные ягоды, размером чуть менее горошины, собраны в довольно крупное, компактное яйцевидное соплодие. Аризема Амурская не любит открытого солнца и не выносит продолжительной засухи. Поэтому к выбору места и почвенных условий следует подойти достаточно придирчиво. При этом угодить ей совсем нетрудно. А если вам это удается, то через 5-6 лет она станет давать обильный самосев. Место посадки – сетчатая полутень или защита от полуденного солнца. Место – ровное или неглубокая ложбина. Крутые склоны нежелательны, но небольшой уклон вполне допустим. В этом случае вокруг растения следует сформировать лунку. Почва. Аризема требовательна к плодородию и влажности почвы. На сухих песчаных почвах она выпадает, но и переувлажнение ей противопоказано. Наиболее предпочтительным является не образующий почвенной корки, высоко гумусный, влагоемкий слой. Вариант. Смесь герновой земли, торфа и песка в примерном соотношении. 1-3-1 или 1-2-1. Уход. Почву в подножии растения содержат чистый от сорняков. Полезным является периодическое рыхление, мульчирование торфом. Засуху обязателен полив. Осенью место посадки желательно прикрывать листьями лесных пород. Размножение. Надежнее всего размножить аризему клубнями детками, но их всегда немного, поэтому более продуктивным способом является посев свежесобранных семян. Их следует высевать в слабом притенении на влажных субстратах на глубину 1-2 см. Можно сеять поверхностно и присыпать небольшим до 3-4 см слоем торфа. Сходы появляются только спустя 2 зимы. Сеянцы развиваются медленно и в первые годы нуждаются в повышенном внимании. Эксцентричность ариземы диктует ее обособленное расположение. Можно посадить ее в одну в окружении низких влаготень и нелюбивых почвопокровников. Хорошо, если фон будет слегка контрастировать с ее окраской. Это может быть коврик красно-бурой живучки, вербейника монетчатого, очетков и тому подобное. Хотя ариземы не являются горными растениями, подмечено, что им идет соседство камней, будь то валуны, известняк или галька. Поэтому чаще всего ими интересуются любители каменистых садов. Садик в японском стиле может иметь в основе группу некрупных валунов или галечную россыпь с несколькими растениями ариземы. Вот это тоже аризема. Всего вам доброго, до свидания и успехов!